приветствую всех на моем канале сегодня будем вязать крючком меня зовут елена ирмина видео будет информативным полезным просьба смотреть внимательно и до конца в этом видео вас ждет мастер-класс и также другая интересная информация предлагаю сегодня связать узор к вот такому интересному летнему топу топ связан крючком также хочу с вами поделиться всеми схемами вязания схема основного узора и схемы вязания мотива те схемы которые показываю видео на ю тубе я также дублирую на свой канал который находится на яндекс цен ссылку на канал я вам оставила в описании под этим видео и здесь вот на экране вы видите название моего канала вязание крючком елена ирмина если вы еще не подписаны подпишитесь эти схемы там можно будет распечатать посмотреть либо увеличить в размере вязать по ним еще мы приступим с вами к вязанию основного узора которым связан топ давайте разберем принцип вязания модели сначала вы вяжете мотивы каждый мотив вяжется отдельно не соединяются друг с другом можно подсоединить при помощи швейной иглы а лучше соединять при помощи крючком как это делается также смотрите статью на моем канале ссылку на статью я вам оставила там все наглядно подробно показано два способа соединения мотивов эту статью я подготовила по вашим просьбам нужное количество мотивов вы рассчитываете таким образом сначала вяжите образец это будет у вас первый мотив и потом делайте раскладку для того чтобы рассчитать количество мотивов необходимо выполнить измерение районе предплечье груди и спины снимаете мерку и уже пойти меркам снятым с фигуры определяйте количество мотивов а в качестве образца у вас уже связан один мотив должен быть мотив нужно связать и провести работы повту после этого уже не приступить к расчетам после того как связали кокетку вяжите основное полотно топа как вы видите направление вязания здесь сверху вниз что у вас мотивы заканчиваются в районе подмышечной впадины вот здесь вот начало вязание основного полотна данный вид узора можно вязать по кругу и также поворотными рядами вы можете основное полотно связать по кругу у вас все ряды будут смотреться на лицевой стороне а можете связать отдельными полотнами деталь переда спинки и выполнить боковые швы если бы я вязала то я основной узор вязала бы только по кругу так было бы интереснее и красиво смотрится узор связанные по кругу здесь количество набранных рапортов определяете уже по обхвату груди снимаете мерку вяжите вместе со мной образец узора и после этого уже определяете количество рапортов сколько нужно набрать на ваш обхват груди и количество петель цепочки заключительная работа это обвязка низа топа обвязывайте рукава горловину и заканчивайте работу вяжите бретели для того чтобы топ надежно и хорошо фиксировался на фигуре также подскажу вам еще один вариант как можно носить данную модель топа без бретели можете в любом магазине рукоделия купить резинку она доказать и тоненькая как шну видя шнура круглая и в процессе вязания обвязки рукава и горловины привязывайте связывайте эту резинку ввязываете и получается в край и у вас получается верхний край топа будет на резинке резинка дает тоже надежную фиксацию принцип вязания модели мы с вами разобрали сейчас я вас приглашаю на мастер-класс по вязанию узора будем вязать с вами по схеме для вязания данной модели топа подойдет пряжи из летней серии ссылку на пряжу который идеально подходит для вязания топа также ссылку на интернет-магазин и свой промокод на скидку размер скидки 5 процентов я оставила комментариях и в описании под этим видео сделала специально подборку летние пряжи который идеально подходит для вязания крючком и некоторые пряжи также подходит для вязания спицами мы с вами вяжем на моем канале не только узоры но также я продолжаю снимать для вас подробные по петельные мастер-классы разработанные мной специально для начинающих хочу вас пригласить на совместное вязание летние кофточки блузки очень красивая которая подойдет на любой размер на любой возраст присоединяйтесь к вязанию мы вас ждем название проекта lime light в разделе видео найдите фотографию вот сейчас я вам ее показываю и посмотрите обзор модели которую мы будем вязать вязание начинается на следующей неделе сейчас я формирую группу из участниц присоединяйтесь к нам закрытую группу будем с вами вязать вместе я буду показывать весь процесс вязания мастер-класс очень подробный наглядный и будет разработан мной специально для начинающих вязальщиц которые хотят научиться вязать плечевые вещи название проекта lime light в комментариях под этим видео напишите хочу связать лайма вайты я обязательно вам отвечу как получить мой попетельный мастер-класс и присоединиться к вязанию в конце видео вас ждет каталог всех моих подробных попетельных мастер-классов выбирайте любую модель и в комментариях пишите какой проект вас заинтересовал название мастер-классы я обязательно вам отвечу как получить мастер-класс и вязание узора я выбрала пряжу baby cotton стопроцентный гипетский хлопок в 50 грамм 180 метров и крючок номер 225 раппорт узора 16 петель и 2 ряда высоту для образца набираем цепочку из 30 воздушных петель будем с вами вязать полтора раппорта цепочку из 30 воздушных петель набрали приступаю к вязанию первого ряда 1 воздушная петля подъема по вторую петлю цепочки провязываем 1 столбик без накида цепочка 5 воздушных петель 1 2 3 4 5 пропускаю получается здесь три петли цепочки в четвертую вяжем столбик без накида в четвертую петлю цепочка 5 воздушных петель 1 2 3 4 5 четвертую петлю провязываем столбик без накида 1 2 3 4 связали две арочки вяжем цепочку 5 воздушных петель 1 2 3 4 5 4 петлю провязываем столбик без накида отсчитываем 1 2 3 4 петлю вот у нас получилось три арочки 1 2 3 далее в каждую петлю мы вяжем по одному столбику без накида общее количество столбиков у нас должно быть 5 вот первую мы связали далее следующую петлю вяжем второй столбик без накида следующую петлю 3 4 и 5 цепочка 5 воздушных петель 1 2 3 4 5 пропускаем 3 петли в четвертую столбик без накида 1 2 3 4 столбик без накида цепочка 5 воздушных петель 1 2 3 4 5 пропускаю 3 петли цепочки 1 2 3 4 столбик без накида 1 2 3 4 5 пропускаю 3 петли 1 2 3 4 столбик без накида связали первый ряд мы вяжем с вами по схеме и на схеме связан еще один столбик без накида то есть у нас в конце ряда по схеме вяжется 2 столбика без накида вообще принцип вязания узора если вы вяжете прямыми обратными рядами количество количество петель должно быть в начале и в конце ряда одинаково то есть вот если мы здесь начали вязание с одного столбика без накида тогда и в конце должны закончить столбиком одним столбиком без накида а по схеме у нас два на это обращаю ваше внимание с вами разберем из чего же состоит у нас раппорт раппорт узора у нас ширину 16 петель 2 ряда где же у нас начинается раппорт в основу раппорта входит элемент состоящий из пяти столбиков без накида вот эта группа столбиков это основа раппорта первая петля раппорта это первый столбик без накида провязали пять столбиков без накида далее идет цепочка из 5 воздушных петель эту вот этот элемент мы повторили с вами три раза это входит в основу раппорта и вот этот столбик без накида это уже начало второго раппорта то есть у нас получается раппорт начинается от столбика без накида и заканчивается раппорт петлей перед вот этим столбиком без накида основа раппорта 16 петель начало и окончание раппорта вот эта информация для начинающих а опытные рукодельницы вяжут по схеме вяжем второй ряд 3 воздушные петли подъема 1 2 3 разворачивай за не на другую сторону вершину столбика без накида крючок вожу под косичку это значит под переднюю и заднюю стенку провязываем один столбик с одним накидом 2 воздушные петли 1 2 поверх цепочки из 5 воздушных петель вяжем один столбик без накида поверх следующей цепочки вяжем или группу столбиков количество столбиков 7 с одним накидом благодаря им, 8 последний тейд мая поставьте наكم полу 1 5 сторону лов armку 1.2 крючок входит на тернии связали ракушечку поверх следующей цепочки провязываем столбик без накида 2 воздушные петли 1 2 вершину каждого столбика без накида под косичку ввожу крючок вяжем по одному столбику с одним накидом общее количество столбиков должно быть 5 1 2 3 4 и 5 2 воздушные петли поверх цепочки провязали столбик без накида и приступаем к вязанию веерочка поверх цепочки провязываем 7 столбиков с одним накидом 1 2 3 4 5 5 6 и 7 поверх цепочки провязываем столбик без накида 2 воздушные петли и здесь у нас получаются вершину столбика без накида мы провязываем 1 столбик с одним накидом и вот здесь вот на схеме там где была одна петля подъема вот в эту петлю мы провязываем второй столбик вот в эту петельку так можно взять крючок поменьше и связать вот этот столбик петлю подъема если вы будете вязать то кто свяжите в начале ряда 2 столбика без накида вначале первого ряда потому что вот в эту петлю подъема неудобно вязать столбик все связали с вами один раппорт узора вот так он смотрится давайте сразу же разберем где у нас здесь начинается рапорт в раппорт узора входит вот эта ракушка веерочек столбик без накида 2 воздушные петли 5 столбиков с одним накидом 2 воздушные петли столбик без накида и следующая ракушка это уже начало следующего раппорта 2 то есть у нас получается раппорт начинается от ракушки здесь начало раппорта и заканчивается раппорт столбиком без накида перед следующей ракушкой вот так смотрится узор здесь получается мы вязали с вами второй ряд четный и нечетные ряды лицевая сторона узора там где вяжутся только четные ряды где вяжутся нечетные ряды это изнаночная сторона узор видите когда будете вязать топ смотрите чтобы у вас на лицевой стороне располагались только четные ряды давайте вместе с вами свяжем третий ряд третий ряд будет вязаться точно так же как мы с вами вязали первый ряд узора каждый ряд каждый раппорт повторяется и оба снова рапорта два ряда вяжем с третий ряд по счету это у нас будет первый ряд 2 раппорта 1 воздушная петля подъема разворачивая за не на другую сторону здесь в начале ряда я изменю схему и провяжу первый столбик без накида вершину столбика с одним накидом и второй столбик без накида вершину второго столбика с одним накидом цепочка 5 воздушный петель 1 2 3 4 5 находим 1 2 столбик без накида с одним накидом предыдущего ряда 1 2 между вторыми третьим вводим крючок провязываем столбик без накида далее пропускаем три столбика с одним накидом а сначала мы вяжем цепочку длина цепочки 5 воздушных петель 3 столбика пропустили 1 2 3 и провязываем столбик без накида поближе вам покажу вяжем цепочку из 5 воздушных петель вершину каждого столбика с одним накидом под косичку вводим крючок провязываем по одному столбику без накида общее количество столбиков 5 1 столбик без накида 2 3 4 4 не 5 цепочка из 5 воздушных петель 1 2 3 4 5 пропускаем 1 2 столбики с одним накидом предыдущего ряда вот 1 2 пропустили между вторым и третьим провязываем столбик без накида цепочка из 5 воздушных петель 1 2 3 4 5 пропускаем 3 столбика 1 2 3 пропустили и и вот в этом место между столбиками провязываем столбик без накида цепочка 5 воздушных петель 1 2 3 4 5 заканчивая вязать ряд 1 столбик без накида провязываем вершину столбика с одним накидом и второй столбик без накида мы провязываем в третью петлю подъема либо первая петля слева от столбика с одним накидом все связали мы с вами по счету это три ряда а так у нас связано получается полтора раппорта высоту так вот еще раз свяжем ряд это у нас будет 4 по счету и закончим вязать 2 раппорт свяжу вместе раз уж начали 3 петли подъема вершину столбика без накида 2 столбика провязываем 1 столбик с одним накидом 2 воздушные петли 1 2 поверх цепочки из 5 воздушных петель провязали столбик без накида поверх цепочки вяжем 7 столбиков с одним накидом 1 2 3 4 5 6 7 связали ракушечку верочек поверх цепочки провязываем столбик без накида 2 воздушные петли там где у нас связаны пять столбиков без накида в предыдущем ряду вершину каждого столбика без накида провязываем по одному столбику с одним накидом 1 2 3 4 и 5 2 воздушные петли 1 2 поверх цепочки провязали столбик без накида и поверх следующей цепочки мы вяжем с вами 7 столбиков с одним накидом 1 2 3 4 и а ты 6 и 7 связали веерочек и давайте будем заканчивать вязать ряд поверх цепочки провязали столбик без накида 2 воздушные петли ряд всегда заканчиваем точно так же как начинали вершину столбика без накида под косичку провязываем по одному столбику с одним накидом общее количество столбиков в конце ряда 2 все получается у нас с вами два раппорта мы связали высоту вот так смотрится узор я вязала не из пряжи из летней серии она не совсем тоненькая пряжа baby вот он идеально подходит для вязания летней пищей крючком и спицами и если вы начинающая вязанщица вот этот метраж пряжи толщина нити она идеально будет для вас чтобы вам учиться вязать крючком потому что из пряжи более тонкой вам конечно будет как начинающий сложно ссылку на пряжу на интернет-магазине свой промокод оставил в описании под этим видео присмотритесь к этой пряжи я вам рекомендую только то есть из чего сама вижу не то что мне нравится это на мой взгляд самая лучшая пряжа для вязания летних вещей особенно для начинающих давайте рассмотрим узор со всех сторон вот так вот смотрится лицевая сторона узора на лицевой стороне вяжутся только все четные ряды и вот таким образом выглядит изнаночная сторона узора это та сторона где мы с вами вязали только нечетные ряды то есть 1 3 где вяжется 2 4 ряды это лицевая сторона обратите на это внимание когда будете вязать летний топ интересные очень простой узор как вы убедились вяжется он очень очень просто смотрится смотрится нормально симпатично вот такому узору он вот этот узор я рекомендую начинающим здесь ничего сложного нет мы с вами разобрали все подробно я вам показала как вяжется узор как рассчитывать рапорт из каких элементов он состоит можете пересмотреть еще раз далее для того чтобы продолжить вязать узор перемотайте видео на начало вязания и вяжите вместе со мной все время повторяя третье и четвертой ряды то есть рапорт узора здесь либо повторяйте 2 1 2 ряды либо 3 4 ряды как вам больше нравится сейчас я вас приглашаю посмотреть каталог всех моих мастер-классов разработанные специально для начинающих по вязанию крючком и спицами плечевых вещей в открытом доступе моих мастер-классов нет их нет ни на цене и не на ю тубе нет и не будет потому что они проходят все на другом канале выбирайте любую модель и и пишите мне какой мастер-класс вас интересует и какой проект вы хотите связать повторить я вам обязательно отвечу как получить мой авторский победили мастер-класс приятного вам просмотра каталог мастер-классов в описании под этим видео и в закрепленном комментарии вы найдете две ссылки где проходят победительный мастер-классы и вы можете выбрав модель сразу же в комментариях мне написать хочу связать далее пишите название проекта и я вам в комментариях отправляю ссылку на мастер-классы приглашаю вас связать блузку тунику или платье название проекта крокус крокус вяжется крючком по одному мастер-классу можно связать три вещи мастер-класс очень подробный наглядный и состоит из шести видео частей вяжем крокус на любой размер от 42 до 56 размера размеры я указала российские жду вас на мастер-классе будем вязать вместе следующая модель вяжем блузку jasmine на любой размер по одному мастер-классу вы можете связать три вещи летний топ блузку либо тунику с рукавом 3 четверти или длинным рукавом кому как больше нравится видео мастер-класс очень наглядный и подробный блузку вяжем сверху вниз по кругу без швов также в мастер-классе я показываю как вяжется по кругу каждый ряд узора всего здесь три вида узоров и получается что мастер-класс состоит из десяти частей очень наглядные подробные специально разработаны мной для начинающих вязальщиц которые учатся вязать крючком если вам понравилась данная модель блузки пишите мне в комментариях под этим видео хочу связать жасмин следующий проект приглашаю вас на мастер-класс по вязанию кардигана жакета название проекта облака интересная модель вяжется сверху вниз реглан без единого шва можно связать на любой размер который вы носите пряжа для вязания может быть любая это может быть однотонного либо секционного окрашивания летний вариант и демисезонный данную модель кардигана можно носить круглый год мастер-класс облака очень наглядный подробный состоит из 7 частей формат видео если у вас есть желание связать жакет кардиган название проекта облака пишите мне в комментариях под этим видео хочу связать облака и я вам отправлю ссылку на мастер-класс приглашаю вас на мастер-класс будем с вами вязать блузку кофточку название проекта любимка эта модель нравится очень многим рукодельницы и многие уже из вас ее связали мастер-класс состоит из восьми частей вязание сверху вниз здесь я покажу как вяжется росток подрезы в общем разбираем все элементы вязания мастер-класс видео формат наглядный разработанной для начинающих рукодельницы если вам понравилась данная модель блузки в комментариях под этим видео напишите хочу связать любимку не менее очаровательная блузка которая вяжется крючком регланом сверху вниз название проекта белоснежка мастер-класс состоит из шести частей разработаны мной специально для начинающих вязальщиц блузка белоснежка вяжется не очень сложно можно связать на любой возраст и размер она не очень сильно просвечивает есть желание связать пишите в комментариях под этим видео хочу связать белоснежку и я вам отправлю ссылку на мастер-класс замечательная модель под названием незабудка по одному мастер-класса можно связать жакет или кардиган мастер-класс очень подробные наглядные разработаны мной специально для начинающих вязальщиц состоит из девяти частей формат видео жакет незабудка можно связать на любой размер и на любой возраст может быть летний вариант и демисезонный все зависит от того какую пряжу для вязания вы выберете модель жакета с точным рукавом модель жакета классическая подойдет абсолютно всем такая базовая модель должна быть в гардеробе у каждой девушки и женщины если у вас есть желание связать жакет незабудка либо кардиган пишите в комментариях под этим видео хочу связать незабудку приглашаю вас на мастер-класс название проекта васильковое поле вяжем летнюю кофточку футболку кофточка вяжется крючком на любой размер и можно связать на любой возраст так как она не просвечивает мастер-класс породуман до мелочей идеально подходит для начинающих рукодельниц которые хотят научиться вязать плечевые вещи присмотритесь к этой модели мастер-класс видео формат состоит из шести частей данной модель кофточки свяжет любая начинающая есть желание связать пишите мне в комментариях под этим видео хочу связать васильковое поле приглашаю вас на мастер-класс по вязанию летней кофточки туники можно связать топ название проекта великолепный ананас данная модель связана крючком вяжется она снизу вверх круглая кокетка можно связать абсолютно на любой возраст и размер мастер-класс настолько подробный что справится даже начинающий вязальщица мастер-класс состоит из 11 видео частей особенно и настоятельно рекомендую присмотреться к данной модели начинающим вязальщицам рукодельницам которые только-только учатся вязать крючком по одному мастер-классу можно связать три изделия топ тунику кофточку название проекта великолепный ананас в мастер-классе я показываю как выровнять низ изделия есть желание связать данную модель пишите хочу связать великолепный ананас и я вам дам ссылку на мастер-класс приглашаю вас на видео мастер-класс по вязанию универсальной модели которая подойдет всем может сказать на любой возраст на любой размер название проекта айсберг вяжем джемпер пончо крючком вяжется здесь модель интересным способом а как вязать я вам все подробно показываю в трех частях видео мастер-класса есть желание связать пишите мне в комментариях под этим видео хочу связать айсберг и я вам отправлю ссылку на мастер-класс будут проекты связанные спицами приглашаю вас на мастер-класс по вязанию джемпера без рукавки название проекта листья бронелла мастер-класс состоит из 6 видео части где наглядно показываю как вяжется джемпер по кругу и без швов очень уникальная техника вязания мне кажется вам она настолько понравится что вы будете продолжать вязать таким способом все вещи есть желание связать в комментариях напишите хочу связать листья бронелла приглашаю вас связать джемпер спицами название проекта карамелька можно связать на любой возраст также на любой размер мастер-класс очень подробный наглядный состоит из четырех частей формат мастер-класса видео видеофайлы в этом мастер-классе вам покажу интересную технику вязания можно связать данную модель джемпера по кругу прямыми обратными рядами мы вяжем с вами без швов есть желание присоединиться к вязанию пишите хочу связать карамельку и я вам дам ссылку на мастер-класс благодарю что досмотрели весь каталог мастер-классов до конца все мастер-классы видеоформат попетельные наглядные для начинающих есть желание связать находите ссылки в описании под этим видео и в первом закрепленном комментарии если найдете ссылки пишите в комментариях под вид под видео хочу связать и далее пишите название проекта которые вам больше всего понравился это не все мастер-классы которые у меня есть каталог будет постоянно наполняться и пополняться новыми моделями также я разрабатываю сейчас новую коллекцию по вязанию крючком и спицами и будем с вами продолжать творить красоту создавать уникальные вещи своими руками а и и Продолжение следует...